СДАЛА? СДАЛА! СКОЛЬКИ? ПЯТЬ! ПОЗДРАВЛЯЮ! 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 ЗНАКОМИТЕСЬ! ЛИДА! Наталья Игоревна Селезнёва – советская и российская киноактриса, получившая звание Народный артист Российской Федерации в 1996 году. Она начала сниматься с раннего детства, а всесоюзную славу ей принесли роли студентки Лиды в комедии «Операция И» и другие приключения Шурика и пани Катарины в телеспектакле «Кабачок. Тринадцать стульев». Наталья родилась 19 июня 1945 года в Москве в семье творческих людей. Её мать Елена Селезнёва была известной художницей иллюстратором, а отец Игорь Поленковский профессионально занимался фотографией. В детстве Наташа тоже носила фамилию Поленковская и под ней дебютировала в первых картинах. Но когда получила паспорт, то взяла девичью фамилию матери. Когда девочке было 6 лет, известный актёр Михаил Майоров пригласил её на прослушивание в Театр Советской Армии. Непосредственное поведение Натальи понравилось постановщикам и её утвердили на роль главной героини в спектакле «Тридцать серебряников», которую юная актриса исполняла три года подряд. Селезнёвой из-за съёмок в кино, которые начались с 8 лет, пришлось несколько раз менять школы. Один год Наташа даже училась в Ленинграде и жила вместе с мамой в гостинице. Ранее начало актёрской карьеры предопределило дальнейший жизненный путь. И после получения аттестата в 1963 году девушка поступила в театральное училище имени Щукина, где занималась на курсе Бориса Захавы. Затем Селезнёва стала актрисой Московского академического театра «Сатира», на сцене которого блистали звёзды российского театра и кино Анатолий Попанов, Андрей Миронов и Спартак Мишулин. За годы театральной биографии актрисе удалось поучаствовать в постановках режиссёров Плучика, Ширвинта, Микаэляна, Эйдлина. Среди её работ зрителям особенно запомнились роли в спектаклях «Горе от ума» по произведению Александра Грибоедова, «Клоп» по Владимиру Маяковскому и спектакль «Последние» по произведению Максима Горького. Фильм. На одном из представлений спектакля «30 серебряников» маленькую актрису заметила знаменитая советская поэтесса и писательница Агния Барто, которая настояла, чтобы в детской картине по книге «Алёша Птицын вырабатывает характер» сыграла именно эта девочка. Так состоялся кинодебют Натальи Селезнёвой, после которого были детские роли в фильмах «Девочка и крокодил» и «Алёнка». На съёмочной площадке «Последние ленты» юная актриса работала вместе с легендарным артистом Василием Шукшиным. Именно в этой картине Наталья впервые появляется под фамилией Селезнёва. Настоящий фурор среди советских зрителей произвела роль студентки Политехнического института «Лидочки» в кинокомедии Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика. Лёгкий и весёлый фильм завоевал невероятную популярность в стране, а Наталья Селезнёва получила невероятную любовь советского зрителя. Режиссёр говорил, что актриса сыграла в этом эпизоде легко, раскованную в то же время тонко и целомудренно. За участие в новелле «На вождение» Наталья вместе с остальным актёрским составом получила в Чехословакии кинопремию «Серебряный дракон». Селезнёва и исполнитель роли Шурика Александра Демьяненко на долгие годы обрели зрительскую любовь и признание. Очень скоро успех актрисы повторился, когда на телеэкранах стала выходить развлекательная юмористическая передача «Кабачок. 13 стульев». Коллеги по телешоу были Селезнёвы хорошо знакомы, так как большинство из них были артистами театра «Сатиры», где выступала артистка. Наталья играла пани Катарину, дочь щитовода из польского «Кабачка». Популярность этого сериала была невероятной, и прекращение съёмок, шоу, которое произошло из-за политического обострения отношений с Польшей, было воспринято зрителями крайне отрицательно, хотя к тому моменту передача выходила уже почти 14 лет. Однако у этого успеха была и обратная сторона. Наталью Селезнёву режиссёры стали воспринимать как одноплановую актрису, и долгое время не предлагали крупные роли. Девушка наряду с Марианной Вертинской и Натальей Кустинской пробовалась на роль Нины в «Кавказской пленнице», но в итоге утвердили Наталью в «Орлей». Несколько сцен с актрисой успел снять Георгий Данелия для знаменитой картины «Я шагаю по Москве», но худсовет отдал предпочтение Галине Польских. На выручку вновь пришёл Леонид Гайдай, у которого артистка сыграла ещё в двух картинах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть». В первом её персонаж – кинозвезда, жена изобретателя Шурика. Во втором – задёрганная бытом мать трёх детей. В 80-е годы Селезнёва блистала в получивших широкое распространение о телевизионных фильмах-спектаклях. В их числе – экранизация поучительной пьесы Евгения Шварца «Повесть о молодых супругах», драма Виктора Розова «Гнездо глухаря», лирическая постановка «Ложь на длинных ногах». Селезнёва близко к сердцу принимает уход из жизни представителей старой гвардии, с которыми была знакома на протяжении десятилетий. Когда не стала Державина, по её рассказам, у неё дома упала икона. Владимира Этуша, скончавшегося в марте 2019 года, актриса назвала лучшим из лучших, учителем на всю жизнь, с непревзойдённым чувством юмора и жизнелюбием. Последними работами Натальи Игоревны в кинематографе пока остаются роли в сказочных кинофильмах. В детском фильме «Страна хороших деточек» 2013 года актриса сыграла бабушку. Спустя год Наталья Игоревна появилась в основном в актёрском составе мелодрамы «Новогоднее дежурство», исполнив роль Агнеса Леопольдовны. Личная жизнь. В 1968 году на съёмках музыкальной сказки «Калиф Аэст» Наталья Селезнёва познакомилась с актёром Владимиром Андреевым, который впоследствии стал художественным руководителем и главным режиссёром Московского театра имени Ермоловой. Это ты? Он прекрасный принцесс. Я теперь самый счастливый Калиф на свете. А я самая счастливая принцесса. У молодых людей завязались романтические отношения, и в том же году они поженились. Вскоре в семье родился единственный сын Егор. Андреев-младший не пошёл по стопам родителей, а вместо этого закончил МГИМО и стал дипломатом. Защитил кандидатскую диссертацию, работал за границей, в МИДе. Сейчас работает в Совете Федерации. Егор подарил родителям внуков Алексея, Николая и Елизавету. В интервью Наталья Селезнёва всегда заявляла, что обожает своего мужа. Любовь и взаимопонимание сделали личную жизнь артистов счастливой и долговечной. Актриса ведёт здоровый образ жизни. Не курит, не ест мясного и ни разу в жизни не пробовала алкоголь, поэтому долго сохраняла идеальные параметры фигуры. При росте 175 см вес Натальи Игоревны составлял 50 кг. С годами ситуация изменилась. Селезнёва немного поправилась, но продолжает излучать радость и обаяние. А на личных фото артистка неизменно улыбается. Сейчас Наталья Игоревна появляется только на театральной сцене в репертуарных спектаклях Театра Сатиры. Ведущая актриса задействована в комедийной постановке «Чемоданчик» по пьесе прозаика и драматурга Юрия Полякова. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного!